Выходя из дома, Тамара Миронова всегда надевает медицинскую маску и перчатки. Говорит, от сознательности каждого человека зависит, насколько быстро закончится режим самоизоляции. Женщина замечает, что многие самарцы носят маски под подбородком и только при виде народных дружин надевают средства индивидуальной защиты на лицо. От таких несознательных граждан женщин стараются держаться подальше. Я стараюсь отойти подальше, куда-нибудь, чтобы подальше отойти. Мало ли чего. Ну, важно и все, чтобы не заболеть, чтобы быть здоровым и других не заразить. Я все время в перчатках ездила. Я к ним уже приросла. Я не знаю, когда отменить, как я буду без них ходить. По постановлению губернатора Дмитрия Азарова, все жители Самарской области в общественных местах обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты, особенно в общественном транспорте. Иначе им грозит административная ответственность. Представители департамента транспорта совместно с добровольной народной дружиной проверили, соблюдают ли пассажиры масочный режим. Как выяснилось, большинство граждан дисциплинированы. Во всех общественных местах, в помещениях, в магазинах, в других общениях, в том числе в общественном транспорте, пассажиры должны носить маску. То есть пребывание вне маски, оно может быть приравнено к нарушению санитарно-психологического закладательства. Добровольцы народной дружины проводят с гражданами разъяснительные беседы. Рассказывают, как маска может защитить от коронавируса. Мы все хотим, чтобы как можно раньше закончился данный режим самоизоляции. Чем больше мы мер к этому предпримем, тем быстрее оно все закончится. Все зависит от каждого гражданина. Уважаемые пассажиры, при нахождении в общественном транспорте используйте средства индивидуальной защиты. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.